Юристы объяснили, кто имеет право ездить на авто без страхового полиса, полный список. Некоторые категории украинцев имеют право водить машину без страхового полиса, а в случае ДТП возмещения ущерба проводят Моторно-транспортное страховое бюро Украины, МТСБУ, об этом пишет РБК Украина, проект «Эстейлер», со ссылкой на публикацию «Тиж юрист», в Телеграм, кто может ездить без страхового полиса. Статья 13 ЗУ, ОСГПУ владельцев ТС, предусматривает освобождение от обязанности заключать договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности на территории Украины следующей категории граждан, участников боевых действий, пострадавших участников революции, достоинства и граждан с инвалидностью в результате войны, определенные законом, лично управляющие транспортным средством, принадлежащим им, лица с инвалидностью и группы, которые лично вводят собственный ТС, лица, управляющие ТС, принадлежащим лицу с инвалидностью и группы, в его присутствии, обязательным условием использования такой льготы есть то, что указанные лица должны быть владельцами ТС на правовом основании, на праве собственности, аренды, пользования по доверенности и тому подобное. Юристы отмечают, что возмещение ущерба в результате ДТП, виновниками которого являются указанные лица, осуществляет МТСБУ, как действовать водителем в случае ДТП по вине человека, освобожденного от ОСАГУ, срочно сообщить о ДТП полиции, проинформировать других участников ДТП о своем местожительстве, названии и местонахождении страховщика и предоставить сведения о соответствующих страховых полисах, принять все возможные меры с целью предотвращения или уменьшения дальнейшего вреда. Не позднее трех рабочих дней со дня наступления ДТП в письменном виде предоставить МТСБУ уведомления о ДТП, а также сведения о местонахождении своего транспортного средства и, или поврежденного имущества, контактный телефон и свой адрес. Если водитель транспортного средства по уважительным причинам не мог выполнить указанную обязанность, он должен подтвердить это документально. Раньше мы писали о том, как восстановить водительское удостоверение и сколько это сейчас стоит. Читайте также о том, как долго можно управлять автомобилем, если истек срок водительского удостоверения.